Приветствую, друзья! Для молящихся людей хочу тоже объяснить, как работает природа. Вот смотрите, человек молится, это повторяемые действия в голове, при этом он часто покачивается. Даже в пятикратной молитве мусульманской есть фаза, когда человек сидит и покачивается, и повторяемую молитву делает. То есть одновременно снимает напряжение, и одновременно обращаюсь к Аллаху, и так получается разгрузка с перезагрузкой через образ будущего. Он же не просто обращается к Аллаху, он с какими-то ожиданиями, это образ будущего. Таким образом происходит в самой структуре молитвы, которая сопровождается повторяемыми действиями, разгрузка с перезагрузкой на ожидаемое лучшее будущее. Ну вот посмотрите, это сама природа. Поэтому чем выше напряжение, тем выше частота повторяемых действий. У девочки, например, перед экзаменом нервная дрожь, у спортсмена мандраж называется. Это высокие повторяемые действия, высокие частотные. Но он пытается по невердению погасить себе это напряжение, успокоиться. На самом деле, чтобы погасить напряжение, надо слушаться природу, научиться слушать себя. Что организм просит в этот момент? Он же лучше знает, чем все умные книги мира. Он просит подражать, потому что ты в напряжении волнуешься, тебя трясет, так надо просто взять и потрястись. Это тоже повторяемое действие. Ты трясешься с ожиданием улучения, стало быть, у тебя образ будущего. Я привожу различные аналогии, чтобы было понятно, что повторяемые действия снимают напряжение. А когда есть образ будущего, тогда у вас происходит одновременно разгрузка с перезагрузкой на улучшение. Но теперь, когда человек нервничает, он ходит туда-сюда по комнате, тоже повторяемое движение. Пальцами стучит, покачивает ногой, жвачку жует. Что он еще делает? Повторяемые движения. Вот евреи, читая Тору, они вот так головой делают повторяемые движения. Почему? Повторяемые движения снимают напряжение, и тогда ему легче читать и вникать в суть вопроса. Поэтому ссориться между собой не нужно. Кто как молится и так далее. Это природные механизмы. Просто мы недостаточно раньше их понимали. И бывало такое, что какие-то адепты религии спорят между собой, нужно качаться, когда книгу читаешь, или не нужно качаться, когда книгу читаешь. Да как удобнее, так и надо делать. Но есть условия, определенная культура, в которой находится человек, среда. Например, нехорошо в школе сидеть и ногой качать. Ну поэтому возьми, покачай ногой дом. Когда ты нервничаешь, а если тебе это действие помогает, когда ты думаешь, ты автоматически так делаешь, несколько раз ты делаешь это осознанно, качаешь столько, сколько душе хочется. И поэтому снимается напряжение. А поскольку ты делаешь это осознанно, как упражнение, качаешь ногой, или какое-то другое повторяемое действие, стало быть, вырабатывается навык. И поэтому в школе ты приходишь. И не качаешь ногой, когда сосредоточенно занимаешься над такими-то контрольными работами. Поэтому, делая то, что ты делаешь инстинктивно, дома в виде упражнений, ты вырабатываешь навыки управлять своим состоянием, без этих действий инстинктивных. Таким образом, ключ, понятие ключей, принципы ключа, помогают перейти с инстинктивного, защитного реагирования нервной системы, на осознанное, на волевое самоуправление. Да, очень всё интересно, правда же? Поэтому надо научиться слышать себя, что вам больше нравится, делать момент, когда вы сильно напряжены, думая о чём-то, пытаясь найти какое-то решение. Обратите на себя внимание, как вы дёргаетесь, что вы делаете. И эти движения сделайте упражнениями. И таким образом у вас будет развиваться способность управлять своим состоянием в напряжённых, критических и экстремальных ситуациях. До встречи, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!